Больше 40% от месячной нормы. Обильный снегопад снова накрыл Иркутск и ближайшие города. В сложных метеоусловиях задействовали максимальное количество техники «Автодора». Сначала были превентивные меры. Днём город обработали противогололёдной смесью. А ночью, пока все спали, дорожники приступили к очистке улиц от выпавших осадков. На дороге вывели грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы и маневренные машины. Спешим, так сказать, и просыпать дороги, подметать, и в то же время надо вывозить, вывозить, вывозить с ним. Поэтому ежедневно, мы ежесменно даже будем так говорить, на дороге выходит более 100 единиц различной коммунальной техники. Включая тротуары упорочные и комплексы, которые производят противогололёдную обработку, и комплексы потом, которые занимаются уже вывозом снега. Обратить внимание на уборку не только центральных улиц, но и частного сектора поручил мэр Руслан Болотов. С этим вопросом обращается множество жителей, как напрямую, так и в социальных сетях. Ночью он контролировал ход работ на дорогах Иркутска. Работу очень много приходится выполнять, и работаем днём и ночью. При планировании нужно понимать, что у нас погодные условия в ближайшие день-два точно лучше не будут. То есть будет идти снег, будет образовываться наличие, даже несмотря на то, что мы работаем. Кстати, вот тема, которую очень много в соцсетях люди обсуждают, очень много обращается по реагентам, по подсыпке. Но вот в таких погодных условиях неприменение противогололёдных материалов может привести к трагедии. Днём снегопад не прекращается в ручном режиме, работают дворники, техника продолжает очищать город. Где сейчас она находится, можно следить онлайн на сайтах администрации или Иркутск-Автодора во вкладке «Уборка города». При аварийной ситуации звонить на номер 520-112 водители настоятельно просят быть аккуратными на дороге, соблюдать ПДД и воздержаться от дальних поездок. Мадина Халикова, АСТВ